Аноним. Здравствуйте, Санур Довлатов. Мне 23 года. Два раза развелся. В первую жену я по любви женился на ней. А на второй из-за злост, на первую, вторую, а, и на второй из-за злост, на первую. Вторую не мог никак полюбить, поэтому развелись. Ас-Соломлик, меня зовут Аминя. Мне 14. И я прочитала все ваши книги. Научилась и взяла с них очень много. Мне очень нужен ваш совет, наставник. А в этом году меня отправили в медресе, в Анталию. Я покрылась, научилась читать намаз. Но здесь я как будто нахожусь в информационном вакууме. Я часто недосыпаю, и мне не хватает энергии. Но эти знания, которые я получаю в медресе, они очень нужны. У меня к вам тонкий вопрос. У меня есть выбор, жениться или сначала все-таки карьера. Я верующий человек. Ислам призывает, чтобы жениться. Но я хочу понять, как это влияет на материальное положение. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова». Сдавайте актуальные вопросы и с удовольствием отвечаю вам. Эта рубрика существует для того, чтобы мы были ближе, для того, чтобы за какой-то вопрос, который мудрый вопрос, который вы задаете, я отвечаю одному человеку, но это получает этот ответ сотни люди. Несколько тысячи людей получают этот ответ. Поэтому эта рубрика существует для этого, чтобы большее количество людям принести пользу. Аноним. Здравствуйте, Санурод Довлатов. Мне 23 года. Два раза развелся. В первую жену я по любви женился на ней. А на второй из-за злост на первую. Второй. А, и на второй из-за злост на первую. Вторую не мог никак полюбить, поэтому развелись. И во всем этом я виню только себя, потому что это же мой выбор. Я уже почти пять лет работаю в России с 18 лет. Я здесь работаю. Я бросил два колледжа и одного университета. Я учился психологом. Я человек, который всегда хотел угодить всем. Я бросил учебу, потому что мама очень любит долги. И мой отец один работал в России. Мне стало жалко и хотел помогать ему. Я пришел здесь. Я уже почти пять лет работаю с отцом. Наш доход каждый год в смене повышает почти полтора миллиона рублей. Но я никакого толка от этого не вижу. И все равно отец всегда говорит, жалуется, что ты ничего не сделал. Все сделал я сам и всегда. Он недоволен мной лишь потому, что я говорю правду. Сейчас не только у меня такая проблема. У многих такая проблема, что наши родители заводят себя. Не детей, а раба. Чтобы все, что они сказали, мы должны сказать хорошо. Лишь потому, что они наши родители, несмотря на то, что они правы или нет. Я не пью, не курю, никакой вредной привычки у меня нет. Я молюсь, не занимаюсь плохими делами. Вот уже четыре месяца я пристал отдавать им деньги. И хочу сам накопить для себя. И хочу реализовать свои цели. Потому, что у меня очень хорошие идеи, которые помогают многим людям. В том числе, мне самому я могу стать самим лучшим оратором. Я уверен в себе, но смене проблемы не дает мне стать кем-то. Я читал уже всех ваших книг. Я слушал каждое ваше выступление и в ваших рубриках. Я хочу у вас поучиться, получить совет, что мне делать дальше. Ведь у меня такие большие мечты с детства. Жду ваш ответ в следующую рубрику. То есть спасибо вам, дорогой мой. Я тебе скажу так. Иди за свою мечту. Иди за свою мечту. Иди за свою мечту. Не трат годы своей жизни ради денег. Иди за свою мечту. Если у тебя есть какие-то мечты, иди за свою мечту. Подойди с отцом, поговори уверенно, скажи, что отец. Я постарался помогать вам сколько, сколько смог. Раз у меня не получается помогать вам, я не вижу смысла дальше потратить свою жизнь. Я люблю вас, и я буду помогать вам. Я лучше буду заниматься своим делом, и по чуть-чуть добьюсь какой-то уровень успеха, и буду помогать вам или деньгами, или чем-чем-чем угодно. Но дайте мне время. Я хочу вам сказать одну смене традиций, о которой мне говорили в Гонконге. Я встретил одного миллиардера, ему было 31 год. Он был миллиардер. И я спросил у него, как ты стал миллиардером? И он сказал о своем смене традиций, которые я никогда не забываю. Он сказал, что, знаете, Давлатов, у нас есть смене традиций, кто-то из наших прапрадед, может, прапрадед, не дедушка, либо кто-то прапрадед оставил такое наследие, такой совет нашим, скажем, ру, да, нашим овлодом, и, как мы говорим, нашим поколением, что пока молодой человек, который более активный, более успешный среди наших, среди ваших родственников, пока он не достигает своей цели и не начинает сам помогать родственникам, никто не имеет права прийти ему, попросить долг, или никто не имеет права прийти ему, попросить устроиться мне на работу туда или сюда и так далее, чтобы не мешали ему. То есть, получается, что, когда этот человек сам построил компанию свою, достигал своей цели и построил денежный поток, и когда из прибыли денежного потока начал отдавать сам, захотел родственникам помогать, сестрам и так далее, только тогда вы имеете право к нему обращаться на помощь. Но пока этот человек сам не стоял на ногах, никто из родственников не имеет права прийти к нему своими проблемами. Знаете, мне так понравилась эта традиция. Я действительно был вдохновлен от этого традиция. Это супер традиция. Вы понимаете, о чем я говорю? Это супер традиция. Потому что, как обычно бывает, если среди родственника один человек чуть-чуть поднимается, все остальные придут к нему со всеми своими проблемами, и потихонечку одному помогать другому, и его исходной капитал, стартовый капитал исчезнет. Один человек же не могут решать проблемы 50 семьи или хотя бы 10 семьи вначале. Но если он стал уже финансово свободным, если он добился больших успехов, у него есть нормальный денежный поток, тогда он без проблем может помочь. Но вначале это трудно. Поэтому, дорогой мой, мой совет тебе, иди за свою мечту. Когда ты станешь успешным, родители будут гордиться тобой. Я посмотрю на тебя, когда ты подаришь отцу новенький Лексус. Я посмотрю на его улыбку и посмотрю, как он будет гордиться среди друзьями и родственниками. Вот увидишь. Так что, если ты видишь, что ты с ним не можешь наладить работу, лучше отойди, займись своим делом. Но помни, когда станешь успешным, не забудь про Лексус. Подарите ему. И ты увидишь его улыбку от уши до уши. Вот это увидишь. Ас-салам, меня зовут Аминя. Мне 14. И я прочитала все ваши книги. Научилась и взяла с них очень много. Мне очень нужен ваш совет, наставник. Раньше я училась в школе, ходила на уроки театрального волейбола, монастыр Таану. Была министром науки и образования в школе и членом городской комитета лидеров. Мне нравилось учиться, развиваться, узнавать что-то новое, общаться с людьми. А в этом году меня отправили в медресе, в Анталию. Я покрылась, научилась читать намаз и Коран. Зла и Лим. Но здесь я как будто нахожусь в информационном вакууме. Я часто недосыпаю, и мне не хватает энергии. Но эти знания, которые я получаю в медресе, они очень нужны. Я это осознаю в полной мере. Мне даже нравится здесь учиться. Но мне не хватает моей семьи, прошлой жизни. И летом я прилечу в свою страну Киргизию на каникулы. В медресе учиться 5 лет. Как думаете, мне стоит продолжить обучение или остаться в своей стране? Снова ходить в школу и быть с семьей. Я не знаю, что мне выбрать. Потому что очень боюсь ошибаться. Пожалуйста, посоветуете что-то. Дорогая моя, я тебе скажу вот что. Если ты в школе очень хорошо училась, у тебя было очень ценное знание, ты была лидером, у тебя была мудрость, то есть я имею в виду активность, ты была отличницей и так далее. Если ты в школе, я могу тебе сказать, академически твой интеллект развито. А в медресе тебе помогает духовный интеллект развивать. У тебя будут два крылья. Будешь очень высоко летать. Так что не бросай. Это первый год эмоциональной тяжести. Это трудно, это правда. Но ты пройди его. Если ты сейчас убегаешь, бросишь, вернешься. Бросишь, вернешься. Вот эта ситуация в твоей жизни будет повторяться до тех пор, пока ты не научишься решать такие ситуации. Я тебе советую, продолжай. Это пять лет быстро пройдет. Год прошел уже, правда? Самый трудный первый год. Твое прошлое сопротивляется, чтобы принимать будущее. Понимаешь? Ребенок в утроб матери. Твое тоже не хочет выйти наружу. Потому что ему там очень комфортно. Но когда выходит в этот мир, и он понимает, что в этом мире намного лучше, чем всю жизнь оставаться темнотой в утроб матери. То же самое ты и любой человек. Люди держат за свое прошлое, и поэтому они не могут строить свое будущее. Я тебе рекомендую, доча. У тебя академический интеллект и так, и так развита. Ты спокойно. Если ты возвращаешься в прошлое, это шаг назад для тебя, как лидера, как умная девушка. Это шаг назад. Но если ты там, хорошо усваивай там тоже. Станешь мудрая девушка. Это же классно. У тебя есть и академический интеллект, и духовный интеллект. Вот тогда ты станешь очень мудрая. Снова повторю. У тебя будут два крылья, которые будут далеко летать. Я желаю тебе успехов. И очень хочу, чтобы после того, когда мадресы закончишь, приходи в мой офис. Я бы хотел тебя видеть. Потому что если у тебя будут академический интеллект и духовный интеллект, от тебя видят очень мудрый человек и очень-очень умная девушка. Я очень хочу тебя видеть. Потому что я бы взял бы тебе, стал бы для тебя хорошим наставником. Помог бы, чтобы ты больше добился жизни. Но для тебя будут шаг назад, если возвращаешься домой. Для этого ничего делать не надо. Это и так так легко удается тебе. Знаешь, первый год, когда уехали с дома, для меня была точно такая ситуация. Было трудно перебороть это все. Эмоционально было тяжело. Но это все прошло. Но зато сегодня я благодарю жизни, что когда-то бросили все вузы, ушел, потому что не мог учиться. Запомни, жизнь очень справливая. Очень-очень справливая. Так что иди за свою мечту. Ассаламу алейкум. Меня зовут Амина. Мне 14 лет. А, я только что на это ответил, да? Здравствуйте, Садмур Адака. Меня зовут Шахзот. Я из города Бухари. У меня к вам тонкий вопрос. У меня есть выбор, жениться или сначала все-таки карьера? Я верующий человек. Ислам призывает, чтобы жениться. Но я хочу понять, как это влияет на материальное положение. Я всегда хотел сначала подняться на ноги, чтобы был какой-то доход, потом сделать семью. В чем плюсы жениться с вашей точки зрения? Дорогой мой, дорогой мой Шахзот, знаешь, у казахстанов я научился одну пословицу. Хорошую пословицу научился. Знаешь что? Бери долг и женись. Долги когда-нибудь вернешь, а жена останется. Что-нибудь понял? Это тысячелетие народной пословицы, которые казахстанский народ использует. И это очень мудро сказано, очень мудро. Так что женись в первую очередь. Когда у тебя будет жена, у тебя глаза станут чище, ты не будешь гулять, ты не будешь смотреть. Ты знаешь, у тебя появится какая-то стратегия, план жизни. Барракад появится в твоей жизни, потому что у тебя будет успех. Может быть, эта жена принесет в твоем доме удачу. Откуда тебе знать? Аллах дает риск. Так что, если ты сейчас будешь говорить сначала, станешь состоятельным, потом будешь жениться. А кто тебе сказал, что ты быстро станешь состоятельным? Я знаю людей, которые 40 лет работают и еле-еле конца с концом сводят. Потому что в их делах нет барракад, в их делах нет удачи. Понимаешь? Поэтому где гарантия, что ты быстро станешь состоятельным, успешным и потом женишься? Я не могу тебе гарантия дать на это. И никто не даст. Поэтому женись. А вот я тебе скажу так. Если ты будешь жениться, гарантированно у тебя будет много чего, то, что ты мечтаешь. Женись. Уважай. Но женись по любви. Люби свою семью. В одном своем книге я написал такой притч, что однажды дверь стучали три старика. Дверь открывает, человек видит, что три старика стоят. И вот жена подходит к мужу, говорит, вот это три старика стоят. Выходи, посмотри, что они хотят. Муж подошел к двери, видел три старика. И он говорит, что вы хотите? Они говорят, мы замерзли, мы хотим, чтобы вы нас угостили, мы хотим чуть-чуть побывать у вас и согреться, прикусить. Позвольте нам зайти. И когда мужчина сказал, хорошо, заходите, но они сказали, нет, вам надо выбирать, кого из нас выпустить к себе домой. Одного называли любовь, второго называли счастье, третьего называли богатство. Жена говорит, давай позови счастье. Я хочу быть счастливой женой. А муж говорит, давай пусть богатство, давай богатство нам не помешало бы и так далее. И муж, жена между собой начали спорить. И в этот момент дочка говорит, папа, мама, может быть, позовем любовь. И тогда им пришлось согласиться с дочерью, потому что мнение у них не совпадало, мужа, жена. Они говорят, ладно, давайте позовем то, что сказала дочка. Любовь заходит. То есть дверь открывали и сказали, какого из вас зовут Любовь? Давай, заходи. И старик Любовь пошел. И за ним пошел и счастье, и богатство. И тут мужчина говорит, послушайте, подождите, мы звали сюда, Любовь только. И тут счастье, и богатство говорят, знаете, если вы позвали богатство, только он заходил бы, остальные не пошли бы. Если вы позвали бы счастье, остальные мы не пришли бы. Но поскольку вы позвали Любовь, где Любовь, счастье и богатство, мы всегда за ним следуем. Так что, дорогие мои, дорогой мой шахзот, женись по любви, я видел много семьи, очень много семьи, что вначале у них не было богатства, вначале у них не было ничего. Но от того, что они искренне любили друг друга, они создали, они стали успешными, они создали счастливую семью, они стали очень успешными. Таких примеров огромное количество в жизни. Огляните, может быть, ваши родственники есть, ваши соседи есть такие, которые вначале у них не было ничего, но от того, чтобы была Любовь, со временем все появилось. Здравствуй, дорогой Садмурод Довлатов. Спасибо вам и вашим знаниям. Я всегда слушаю вас и изменила свой характер. У меня вопрос такой, я замужем, имею двое сновей, старшему 4 года, маленькому 1,5, 4 месяца, 1,4 месяца. Мой муж в Москве работает, каждый день он заставляет меня оставить детей. Я работал с ним, я работала с ним. Мы уже много работали, просто наши свекров и свек не умеют сохранить деньги. Каждый месяц отправляешь, и на следующий месяц ничего не останется. У них плана нет. А наши планы, им не нравятся, не хочут слушать даже. Это, по-моему, у многих так. Что вы скажете? Это нормально? Оставить ребенка с дедушкой и бабушкой? Родители работали далеко. Я не могу оставить их, не хочу оставить детей. Дорогая моя, скажу вам вот так. Маловато в жизни только зарабатывать деньги, но без них тоже не обойтись. К сожалению, так. Нужно найти золотую средину, чтобы дети тоже не страдали. Поскольку вы женщина, вы понимаете, как важно в воспитании детей участвовать. И вы очень хорошо понимаете, как они будут скучать и так далее. Вы правильно говорите, что наши предки, наши родители, особенно взрослые люди, они не умеют сохранить деньги. Вы в этом правы. Это всегда так есть и будет так. Я это очень хорошо понимаю. Взрослые люди, они не умеют сохранить деньги. У них нет никакого плана. Им никто не обучал эти вещи. Поэтому, что вы должны делать? Часть своего заработка отправляйте родителям, часть своего заработка оставьте себе. Уловили? Часть заработка отправляйте родителям, часть заработка оставьте себе. Накопите капитал у себя там. Все деньги не отправляйте. Мой совет к вам. Почему? Постепенно вам надо создавать капитал. Сколько бы вы не отправите, они будут все потратить. Я хочу, чтобы вы знали. Даже если вы два раза больше направите, они все равно их будут потратить. Так что вам ничего не останется. Так что делайте, как сейчас я говорил вам, отправьте час и час оставьте себе, накопите. А за счет детей, нормально ли детей оставить бабушкам, дедушкам и самому поехать работать? Я скажу вам так, 2-3 месяца идите работайте, 2-3 месяца будьте дома, или по крайней мере 4 месяца работайте, 4 месяца будьте дома. Вы должны и мужу, если нужно, вам помогать быть рядом, и здесь детям нужны. А самый лучший вариант, если вы мне скажете в будущем, заберите детей с собой туда, если вы нормально зарабатываете, дайте там детский сад и работайте. И детей будете видеть, и деньги будете зарабатывать. Но родителям тоже нужно, чтобы кто-то чай наливал, кто-то в старости помогал, родителям тоже нужен. Поэтому подойдите таким образом. Поскольку, конечно, ваши дети совсем маленькие, они же вряд ли помогают сейчас бабушке и детишке. Правда? Поэтому, пожалуйста, если пока вы много не зарабатываете, сделайте так, 4 месяца работайте, 2-3 месяца будьте дома. Вот таким подходом вы можете потихонечку, потихонечку, но если вы почитаете, что расходы, дорога туда-сюда не совпадает, тогда полгода работайте, полгода будьте дома. Детям тоже надо воспитание. Желаю вам успехов. Дорогие мои, задавайте актуальные вопросы, с удовольствием отвечу. Теперь пора от слова прийти к действию. Пишите в комментариях, что было для вас очень-очень ценно из того, что вы сейчас слышали. Желаю вам успехов. Идите за свою мечту. Идите за свою мечту. Идите за свою мечту. Идите за свою мечту.